И ёп, и ян. Чудеса, да? Третий или четвёртый, я даже уже сбился со счёту выпуск в декабре. Чудеса. Но чудеса у нас не только на ютюбе происходят и сегодня, а чудеса происходили во время гражданской войны в одном из госпиталей в США. Ночью раны у солдат стали светиться голубым сиянием. Его назвали ангельским светом. Этот свет действительно обладал божественным эффектом. Сияющие раны быстро заживали, а инфекция обходила солдат стороной. Загадка была решена, да, спустя больше чем 100 лет, в 2001 году. И, конечно же, ответ крылся не в религии, нет, а в науке. Солдат вылечили вот эти флюоресцентные бактерии. Обычно они проникают внутрь личинок насекомого и при помощи токсичных веществ убивают других микробов конкурентов. Когда бойцы сидели на холоде, в грязи, в их раны через почву попали светящиеся бактерии, которые по привычке стали выделять тот же коктейль, который и убил всех остальных микробов в ранах у бойцов. Получается, что за 66 лет до того, как пенициллин в лаборатории Флеминга заставил бактерии взрываться, Солдаты, сами того не подозревая, вылечили себя антибиотиками. Антибиотики. Сегодня они продаются в каждой аптеке. Я уверен, многие из вас прописывали их сами себе. У меня для вас плохие новости. Вы одни из тех людей, да и че там ж я тоже до этого выпуска, который несет опасность всему человечеству, приближая пандемию суперинфекции. Я не собираюсь вас пугать, честно, это правда. Пандемия – это зараза мирового масштаба, как в игрушке Plague Incorporated. Чем больше мы пьем антибиотиков, тем сильнее становятся бактерии. И я вас не пугаю. Моя интонация не потому, что так нужно для начала ролика, а потому, что это действительно важная тема. Сейчас вы узнаете, как люди выращивают собственных убийц, что изобретают бактерии в своей гонке вооружений с врачами, почему больницы – это главный рассадник супермикробов, а мы ищем спасение в крови драконов. И главное, почему игра в докторов может стоить нам будущего, и как забота о самом себе спасает все человечество. Начать выпуск я хочу с вопроса о том, «А здоровы ли мы как человечество?» Нет. Человечество болеет. Да, мы болеем не так, как 400 лет назад. Но есть эпидемии, с которыми сложно справиться. И прямо сейчас одной из них больны уже 15 миллионов человек. Что будет через год, сказать очень сложно. Эпидемия набирает невероятную скорость. И я, пожалуй, хочу о ней рассказать. Brave Shadow Legends. Это реально похоже на вирус. Любители мобильных игр массово качают ее, блогеры массово рекламируют. Игровое беженство в хорошем смысле. Но этот вирус не опасен. Он не принесет вреда. Максимум глаза покраснеют, что долго пянетесь в экран, потому что смотрите, как красиво, а? Если любите темное фэнтези, вот с такими орками и нежитью, вы в группе риска. Сейчас чемпиона можно прокачать как хочешь. Есть миллион разных вариантов, и я не преувеличиваю. Там реально больше миллиона путей прокачки. Смотрите, какие красивые чемпионы. А вот и ужасные. Их 400 штук и 16 фракций. А скоро добавят еще одно. Пользователи сами проголосовали на Google Play. Игра вышла в финал года. Короче, если есть свободные минутки, ну ладно, окей, 20. Попробуй. Риля, закачай. Сейчас самое лучшее время, чтобы начать играть. 50 тысяч серебра вам привалит, когда скачаете по ссылке в описании, а еще и эпический чемпион. Вливайтесь в русское комьюнити и переворачивайте игру. Ян, ну ты достал играть. Нам выпуск надо начать уже. Не могу, я опыт гриндю, слон. Старый уровень заново прохожу. Да ты что, поставь режим мультибоя, и все, опыт сам гриндится будет. Че, серьезно? Конечно. Я такой тупой? Да. Ставлю мультибой. Пойдем, конечно, отсюда. Я уже здесь часов 10, наверное. Пошли. Страшно. Давайте разберемся. Какой такой супер угрозой я напугал вас в начале выпуска. Итак, есть 1100 видов живых и не совсем живых патогенов, из-за которых мы болеем. В слове патогены пато — это страдать. Гены — это рождать. Это разная органика, которая видна лишь под микроскопом. Бактерии, вирусы, простейшие грибы и загадочные белки — прионы, которые вызывают болезнь каннибалов и смертельную бессонницу. Патогены паразитируют на наших клетках, используют их как инкубатор и вызывают некоторые виды рака. Выделяют токсины или меняют жизненно важные белки в клетках мозга на нерабочие. Просто потому что могут. При этом одни и те же болезни могут вызвать разные микробы. Вы постоянно чихаете или кашляете, разнося просто облака патогенов. Другие заносят их внутрь, трогая глаза или, например, нос или рот, не знаю, губы. Странно, но почему-то в Китае по-моему традиция не закрывать рот, когда чихаешь или кашляешь. Что-то там такое, что типа «Так выходят демоны». Да, и это страшно. Страшно выходят из них демоны. Особенно, когда летишь с ними в самолете из Гонконга 9 часов. Это, ох, как тяжело. Вот так выходят демоны. И все. И ни разу не прикрыл рот человек. Ох, не хочу вспоминать. Господи, 3 месяца потом после него болел. Осторожней с этим. Простуду с насморком умеют создавать до 200 разных вирусов. Риновирусы, коронавирусы, вирусы гриппа. А за больное горло могут отвечать еще и бактерии. Такие, как стриптококи. Вот здесь не возникает проблемы. Мы не знаем точно, кто именно вызвал болезнь, но уверенно пьем антибиотики, которые бьют по всем бактериям сразу. А как они работают? Вы вообще задумывались, как работают антибиотики? Хоть мы и открыли антибиотики, но изобрели их не люди. Эти вещества, грибы и бактерии миллионы лет производят для борьбы друг с другом. А мы выращиваем микробы на заводах, чтобы собрать с них урожай или копируем их природное оружие искусственно. Антибиотики работают по двум сценариям. Либо замедляют размножение бактерий, мешая синтезу ДНК и белков, либо не дают бактерии строить защитную клеточную стенку. Это как захват средневековой крепости. Можно взять крепость осадой, да, чтобы люди внутри крепости погибли без ресурсов. А можно не дать построить защитную стену этой крепости. Это мы поговорили про бактерии. А вот вирусы совсем по-другому устроены. Вирусы от бактерий отличаются, как медузы от носорогов. Вот вирусы, а вот бактерии. Внешне, может быть, и похожие, но изнутри совсем разные. Бактерии — это живое, вирус — это не живое. Вирусы очень просто устроены. Одна или две цепочки генов в белковом коконе. У них нет своей фабрики белков, поэтому они пользуются конвейером в чужих клетках, например, в человеческих. Вот здоровая клетка принимает в себя ДНК вируса и рождает, смотрите, его точные копии в белковом коконе. А вот они выходят из клетки погулять по вашей крови. Антибиотик вообще никак не может убить вируса. Между ними просто не произойдет никакого взаимодействия. У вируса нет клеточной стенки и фабрики белков, которые мог бы приостановить антибиотик. Поэтому если простуду лечить, она проходит за неделю. И если не лечить, она проходит за 7 дней. Да, врубайтесь. Я про ваш иммунитет. Обычная простуда — это вирусы. И антибиотик здесь не поможет. Поэтому, глотая антибиотик, вы как будто запускаете ракету с тепловым наведением внутри вас. Рано или поздно она найдет себе цель. Да, бактерии внутри нас до 2,5 килограмм. Как масса мозга. Так что препаратов легче попасть, чем промахнуться. Вам прописывают препараты вроде Линекса, потому что антибиотики просто уничтожают полезные бактерии в кишечнике. Но умирают не все. Остаются вредные и самые крепкие. Вот она, одинокая бактерия. Волна антибиотиков простимулировала ее к мутациям, заставляя адаптироваться к новому токсину. Такие же мутанты-одиночки выживают, когда мы прекращаем пить антибиотик раньше срока. Поэтому и нельзя бросать курс антибиотиков, как только вы почувствовали себя лучше. Бактерии хитрые. Как только они адаптируются к антибиотику, он для них уже угрозы не представляет. И сколько его не добавляй, они справляются с любым его количеством. Посмотрите на этот эксперимент. Это полоса препятствий для колонии кишечных палочек, где на каждом этапе количество антибиотика увеличилось в 10 раз. Здесь их нет, здесь один, а здесь в тысячу раз больше. Это дорога смерти, где выживут только сильнейшие. Те бактерии, что добрались до финиша, мутировали больше других и давали самое живучее потомство. Как тараканы. Это настоящие суперзвезды среди патогенов. Так же, как у всего на свете, у самых опасных преступников, у блогеров, у рэперов, у них есть топ-6 самых опасных видов. Его назвали Escape по первым буквам их имен. Они как будто реально Escape, то есть убегают от большинства лекарств. Это стафилококк, а вот синегнойная палочка. Даже звучит противно. Эта омерзительная шестерка вызывает тяжелую пневмонию и заражение кровью. Но странно то, что они живут прямо в нас. А некоторые из них даже работают на нас. Но тогда почему они оборачиваются против собственных носителей? Когда мы беспредельно закидываемся антибиотиками, мы загоняем их в угол. И чтобы выжить, они приходят к крайнему способу выживания. Обменяться информацией с другой бактерией, чтобы стать сильнее и становиться не только сильными, но и смертельными. Это похоже на бактериальное порно. Выдвигается вот такой вот хоботок, и одна бактерия прыскивает в другую свою круглую ДНК, которую называют плазмида. Эти кольца содержат коллективную память бактерий. По сути, это инструкция по антидоту к человеческим лекарствам. Вот так это выглядит в реальности. Вот типа полового органа, вот совершенно сексуальный партнер, который его принимает. Теперь он супер-бактерий. Парадоксально здесь то, что такие супер-бактерии рождаются чаще всего среди хлорки и дезинфицирующих ламп в больничных палатах. В них концентрация антибиотиков зашкаливает. Поэтому именно здесь бактерии, загнанные в угол, изобретают новые способы выживания. Вот хорошие парни энтерококи. Обычно готовят нам вкусный сыр типа чеддера, помогают его же переваривать в кишечнике, а иногда вызывают болезни, которые несложно вылечить. Но получив от супер-бактерий S из списка Escape генустойчивости, они сами стали смертельной опасностью для больных в реанимации. Это парадокс, что одни и те же организмы могут быть для нас и милыми лабрадорами, и бешеными волками. Да, бактерии неразумны, но повышают свою боевую мощь с упорством лучших инженеров. Наша с ними борьба похожа на гонку вооружений. Они выращивают внутри себя насосы, которые буквально выплевывают лекарства обратно. Представьте, что вы могли бы таким образом избавиться от похмелья. Утром у вас появляется насос, который просто выплевывает все вот так наружу, и вы опять бодренькие. Вот бактерии с антибиотиками делают то же самое. Или меняют белковый замок на оболочке, чтобы антибиотик не мог пройти внутрь. А некоторые бактерии научились разминировать молекулы антибиотика. Смотрите, специальный фермент взял и поменял ее структуру на безвредную. И все, мина разминирована. В ответ люди стали добавлять в таблетки кислоту, мешающую бактериям производить этот фермент. Что сделали бактерии? Развили иммунитеты к ней. Теперь нужно подбирать качественно новые препараты, которые бактерии еще не успели хакнуть. Но всегда ли мы сможем подбирать новое оружие? Сейчас мы в кризисе. В лаборатории у нас растет лишь 1% бактерий, дающих антибиотики. И мы уже выжили из них все возможные лекарства. Остальные 99% бактерий просто отказываются расти в пробирке. С 1987 года, то есть за 32 года, мы открыли лишь один антибиотик нового класса. А бактерии, между тем, стали приобретать устойчивость гораздо быстрее. Пенициллин они взломали за 20 лет, а к современным антибиотикам привыкают за год. Но врачи тоже не глупые. Они не будут давать вам самые сильные препараты. И не потому, что им жалко ваши почки, или они приберегли их для себя. Нет. Они держат туза в рукаве. На черный день. Это как ядерное оружие, только среди лекарств. Их называют антибиотиками последнего шанса. Некоторые из них создали еще в 50-х по старым технологиям. Поэтому они токсичны для печени, почек и мозга. Дела у пациентов должны быть реально плохи, чтобы полезный эффект перевесил побочные. Но иногда они не работают. В 2016 году умерла американка, 70-летняя, от тяжелой инфекции, которая перешла в заражение крови. Микроб, виновный в ее гиблии, пережил атаку, внимание, 26 разных антибиотиков. В том числе колестина. Антибиотика последнего шанса, который раньше считался безотказным. Это и есть тот день, когда микробы стали сильнее наших лекарств. Бактерия оказалась халком от мира микробов. Этой женщине не помогли даже лучшие врачи, лучшие таблетки в мире. Все. Ничто не взяло эту бактерию. Почему это страшно? А потому что колестин, который мы должны использовать в крайней необходимости и хранить под строжайшим замком, жут направо и налево вот эти ребята. Фермеры постоянно подмешивают колестин в корм, отчего свиньи реже болеют и лучше растут. Затем через мясо, допустим, пельмени или растения, которые удобряют навозом свиней, колестин попадает к нам в организм. А наш организм это что? Правильно, тренировочный зал для супербактерий. Бактерии у нас учатся, качаются и набираются сил. И у них это получается. Генустойчивость к колестину, MSR1, появился в 2011 году. Потому что что? Потому что правильно, китайцы едят традиционно свинину. И не закрывают рты, когда кашлят и чихают, распространяя бактерии, которые делятся друг с другом информацией. Как минимум 700 тысяч человек ежегодно гибнут от суперинфекций. Если бактерии продолжат мутировать с нынешней скоростью, то к 2050 году число жертв вырастет до 10 миллионов. Больше, чем сейчас умирает от рака. Самое странное, что теоретически возможно, что мы можем опять начать умирать от чумы, тифы или холеры. От болезней, которые мы уже победили. То есть нас таким образом, да, борьба с антибиотиками, ой, то есть борьба с бактериями может отправить обратно в средневековье. Да, но пока это теория, да, пока мы боремся, и у нас есть силы. И главная идея, да, главная идея, как победить, мать его, апокалипсис. Первый. Приручить природных врагов бактерий, бактериофагов. Меня не перестает это удивлять. Вот смотрите, это, они похожи на инопланетных захвачков. Вот их настоящее фото. Эти вирусы – настоящее биологическое оружие. Только не для военных целей, а для бактерий. Бактериофаги, или сокращенно фаги, заполняют бактерии копиями самих себя и разрывают их изнутри, как чужие. Фаговую терапию еще в 20-х годах использовали в Советском Союзе. В России, Грузии и Польше вы и сейчас можете купить фаги в аптеке. Но в остальном мире это запрещенная терапия, потому что нет никакой гарантии того, что они ничего плохого нам не сделают. Правительствам нужны испытания, чтобы дать этим маленьким киллерам лицензию на убийство. Сложность еще в том, что для каждой бактерии нужен свой бактериофаг. То есть если нам нужно победить холеру, нам нужно отправиться туда, где есть ее вспышки. То есть в самые грязные места. Это канализация, помойки. Секрет прост. Там, где живут бактерии, живут и охотники на них. Фаги. И в этом случае мы научимся лечить только определенные типы бактерий. Но нам это не очень подходит. Нам нужен более универсальный охотник. Интересный, мощный. И это второй вариант спасения человечества. Бактерия-убийца бактерий. Вот она. Бделла вибрио. Бактерия ворус. По-моему, так язык сломаешь. Они крутят хвостом так быстро, что за секунду могут проплыть сто длин своего тела. А еще они сажали изнутри 90% всех видов бактерий, которые им подсунули. Настоящие убийцы. Хотя, чем больше людей будут умирать от супербактерий, тем больше причину государств проводить эти испытания. Но если бактериофаги и бактерии-убийцы облажаются, у нас есть третий способ. Да, пептиды. Животные выделяют в слюне пептиды, которые убивают бактерии. И это уже очень давнишний способ. Наши предки давно что-то подозревали и бросали лягушек в молоко, чтобы оно дольше не портилось. И оно реально не портилось. Недавнее исследование подтвердило, что кожа лягушек выделяет пептиды, убивающие пищевые бактерии. Но сегодня ученые обратили внимание на тварей покрупнее. Комодских драконов или варанов. В их слюне содержится более 50 опасных бактерий, в том числе вызывающие заражение крови. Но когда ящеры кусают друг друга, они не заболевают. Собранные из их крови пептиды уничтожали колонии двух смертельных бактерий почти без остатка. Все эти волшебные пилюди с пептидами и фагами вы не сможете купить в новом году. Как и через 5 лет, так и в 2030 году. Да. Как и новые антибиотики, они должны пройти испытания на мышах, потом на обезьянах. И только потом, еще несколько лет на людях. Это очень большой срок. А теперь задумайтесь. В фильмах апокалипсис это падение астероида или глобальная ядерная война. Но реальная опасность приходит оттуда, откуда не ждали. От маленьких существ, которые миллиарды лет летают в воздухе и копошатся внутри нас. И мы помогаем им стать сильнее. Когда сами себе ставим диагноз и бежим в аптеку за препаратами, которые всегда нам помогали. Бактерии с устойчивостью, которая позволяет им плевать на все антибиотики, нашли уже более чем в 30 странах. Каждую минуту из этих бактерий умирает один человек на земле. Как видно по карте, в России вспышек пока нет. Штамп какой страны окажется следующим в их заграннике? Может, супербактерию привезет в Россию турист из Индии или Китая? А может, уже привез? Все это может спровоцировать концовку, как в фильме «Обитель зла». Но не с живыми мертвецами, а просто мертвецами. Вы пишете, что я пугаю вас в конце выпусков и ухожу. Но в этом выпуске я не хочу вас пугать. Я лишь хочу обратить ваше внимание на вот что. Наша эпоха – это эпоха благополучия. Это лишь краткое перемирие с микромиром внутри нас. Мы вот буквально недавно, 400 лет назад, умирали просто миллионами от того, что наши друзья, которые живут внутри нас, летают рядом, просто убивали, а мы не могли ничего сделать. Никто не знает, когда этот баланс может нарушиться. Но если каждый из вас поделится этим выпуском с близкими друзьями, и вместо того, чтобы бездумно кладать таблетки, обратиться к врачу, то это даст нам время на разработку супер-лекарств, пока эти маленькие, крохотные, невидимые убийцы не превратились в серийных киллеров. И помните, если лечить простуду, она проходит через 7 дней. И если не лечить, проходит через неделю. И как обычно, прокачивай свои мозги. И пусть они никогда не будут больными. Пока. У вас скоро 3 миллиона. 3 миллиона! Пожалуйста, сделайте мне предновогодний подарок. Подпишитесь, чтобы у вас стало 3 миллиона. Стало 3 миллиона. Вот если 3 миллиона мы набираем, 31 декабря, это будет отличным подарком мне на Новый год. И всей нашей команде. Это будет большое от вас огромное спасибо. Вы будете кричать нам спасибо, а мы будем говорить, мы будем стараться. Инстаграм, ВК, Телеграм. Пока. Лайк.